Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Через секунду. И мы сразу окажем. Вот прямо можем все. Да, прямо, прямо, да. Давайте перекладывать, потому что здесь... Я не знаю, сколько получится начинки. Вот смотрите, здесь остался рассол. Не нужно. Вот, Леточка, вы подождите, не нужен. Мы его на всякий случай сохраним, друзья. Это очень хорошая вещь. Ой-ой. Скипела вода, я так понимаю. Прямо заливаем, да? Да. Простите, не могу вам позволить это сделать, потому что очень тяжело. О, покажи. Так. Прямо вот, да. Вот так, да? Прямо супер. И что, и пускай постоит, да? Ну, немного, совсем чуть-чуть. Постоит, и потом мы эту воду будем выливать, да? Ну, я пока мясо порежу. Начинаем резать мясо. Значит, существует масса, конечно, вариантов того, какое мясо должно быть. У нас есть... Мы готовим по армянскому рецепту. Мы готовим по армянскому рецепту. Свинина, и это у нас... Сминь, и говядинка. И говядинка. Если примерно в общей сложности должен получиться килограмм, то где-то 700 грамм говядины и 300, соответственно, свинины. Ну, в общем, здесь у нас получается... Ну, где-то как-то так и получается. Хорошо. Режем? Ну, мы, я так понимаю, мы это все режем, исключительно для того, чтобы... Чтобы поместилось в эту дырочку... Чтобы поместилось в эту дырочку туда. Да. Это мясорубка, друзья. Но это не так сложно. Первый вопрос у меня, откуда этот рецепт? Почему именно до ума? Мой дедушка армянин. Так. Ну, он не родной дедушка, он отчим моей мамы. Ну, в общем, человек, который меня вырастил, с которым я жила все свое детство. Так. Вот. И он научил меня в детстве готовить вот это блюдо. Я так его любила. Просто вот этот процесс приготовления, заворачивание фарша в эти листья, чтобы ничего... Ой, прям потом так вкусно, когда вот находила свои... Вот в эту я свернула. Вот это было круто. Вот смотрите, друзья. Мой дедушка армянин, и какая интересная история. А в моем случае история такая. Мой дедушка еврей. И все. История больше не везу никаких. Я солью, пожалуй, кипяток уже по-другому. Да. Дедушка, сливайте кипяток. А мы сейчас это мясо будем пропускать через мясорубку. Так. Что нам еще нужно будет для фарша, кроме свинины и горячей? Рис и лук. Вот. Рис и лук. Лук. Лук у меня, пожалуй, к тебе обращусь, потому что... Конечно, конечно. Не хочу плакать. Не нужно. Значит, сколько нам нужно лука? Вот одну такую луковицу. То есть достаточно много, да? Да. Поскольку у нас... Ну, такое количество мяса, да. Ну, вообще, когда готовят... Начну пока прокручивать. Давай, пока прокручим. Вот ты показала с тех пор, как твой дедушка готовил, дал многие вещи. Вот этот момент он ушел. Так, лук. Еще нам... Все, лук, рис, потом мы будем... Ну, зелень еще порежем. Сюда же? Сюда же. Так давай сразу подготовим, какая нам зелень нужна. Вот я смотрю, у нас тут есть... Прям вот, как можно, больше базилика. Много базилика, да? Базилика. Мне кажется, такой прям итальянский такой. Ой. И еще в кинзу обязательно тоже много-много кинзу. Кинзу тоже обязательно. Тоже ты... Давай, я помогу что-нибудь? Давай, давай, давай. Давай, 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 пожалуйста. Мне вот, кстати, интересно, удалось ли тебе побывать, и бывал ли ты на Кавказе, и чем тебя угощали? Нет. Нет? То есть ты как... Ты традиционная армянская внучка, никогда в Армении не было. Я все-таки не совсем прям армянская, все-таки он был отчимом моей мамы, но все-таки. Нет, я очень люблю это все. Кавказскую кубку не очень любишь. Очень. Прекрасно. Тогда мы, в принципе, в большом счете, можем начинать. Еще и укроп, да? Да, как можно больше зелень? Идет, и идет. И идет, и идет. Все, хватит. Надо волевым решением прекратить, потому что если не останавливать некоторые мясорубки, мясо будет идти-идти. Так, я тоже порезала зелень, все. И мы будем добавлять прямо сейчас зелень вот сюда. Нет, давай сначала рис добавим. Рис мы добавляем сырой? Сырой. Ах, вот оно что. Я вот откуда... Вот самая-то главная для меня новость, потому что я знаю некоторые варианты, когда рис добавляют до полу готовности его варят. Но мне кажется, что так-то проще гораздо. И вкуснее. Вкуснее, да? Конечно. Так. Ой, ешь. Так, и сколько нам нужно, сколько нам нужно? Если у людей нету такой мерочной чашечки, то в обычной кружке, ну где-то, не знаю, ну меньше трети, четверть, наверное. Ну, сколько нужно тогда, высыпай. Я на глаз это делаю. Ты прямо уже руками, уже... А, ну тиск. Ну хорошо, друзья, раз это блюдо готовит у нас Валерия Лавская, то... Прямо так, чтобы прямо, прямо так. Да, вот так теперь это и происходит. Ну как-то. Да почему, именно так это и должно происходить. Вот, кстати, немного, риса должно быть немного. Немного. А соль, перец, да? Специи какие-то мы еще будем добавлять туда? Нет. Соль и перец. А зиму тоже сюда. Да, можем же, наверное, вот так. Ну да. Перец у нас. Ну как-то так, наверное. Да я бы даже вот так бы и не побоялся бы это сделать. Так. Лея, скажи, ну вот ты то время, которое проводишь некогда, скучаешь ли ты по льду? Очень. По партнеру, по конькам, по Татьяне Тарасовой? Особенно по Татьяне Анатольевне. Нет, на самом деле, такое, ну, некоторое чувство скуки, безусловно, присутствует, но... Как интересно можно совмещать, вот, как интересно можно совмещать, когда ты с одной стороны играешь в спектаклях, снимаешься в кино, и в этот момент же еще являешься практически профессиональным спортсменом и катаешься на коньках. Это совершенно разные нагрузки. Абсолютно разные, но... И еще и правой рукой замешиваешь фарш. Ну, не глядя. Не глядя, да. Не знаю, мне это очень все нравится, потому что я вообще, в принципе, свою профессию очень люблю, и без спектакля, без театра жить не могу. Сейчас поэтому основной упор идет на театр и ледниковый период мой любимый. Вот, ну, на приготовление давно все-таки мы, конечно, будем. Фарш готов, на самом деле. Но дело в том, что бывает мясо не такое хорошее, как у нас, чуть более жесткое. Тогда можно добавлять горячей воды туда, прямо в фарш, чтобы оно было достаточно, ну, таким вот мягким прямо. Оно должно быть вот таким вот мягким. Прямо мягким, мягким. Ну, вот посмотрите, друзья, вот у нас начинка. Ну, как-то так. Даже беглого взгляда, и становится понятно, что мяса у нас больше, чем виноградных листьев. А это ведь и хорошо. Вы так кажется. Дорогие друзья, хочу рассказать, что происходит на нашей веселой кухне. Валерия Лангская, собственной персоной, в перерывах между спектаклями, съемками и фигурным катанием, замесила фарш. Более того, она уже успела окатить кипятком виноградные листья, которые практически готовы к тому, чтобы заворачивать в них фарш. На этом я, Лерочка, оставлю тебя на секунду. О-о. Да. И, друзья, объявлю короткую рекламу нашим альманахе Смак, после которой мы вернемся, и вы узнаете, после какого курьезного случая фиговые листья перестали использовать. Петруша, сынок, ну сядь, посиди с нами, со мной с дядей Витей. Выпью уже шампанского, тебе все-таки 26 лет, кончай газировку пить. Джеймс Мэтью Барри, Питер Пен, или мальчик, который не хотел взрослеть. Дорогие друзья, Смак на первом канале. Наш гость, так, Валерия Ланская, девушка, которая любит не только про свою профессию актрисы, но и готовить долму. Начнем. Да. Лера, что нужно сделать? Показывай. Значит, смотри, самое главное, это понять, где здесь изнанка, а где, собственно, куда заворачиваться. Это всегда весело. В общем, правильно, как, собственно, в шоу-бизнесе, там, я не знаю, глянцем наружу. Да, друзья. Хотя, глянец, это, я так понимаю, вот. Да, который. Это который, да? Да, который. А вот это изнанка, да? Да, это изнанка. Ну все, значит, изнанкой внутри. Изнанку заворачиваем, да. Дальше. Прямо вот берем кусочек прям вот этого фарша. Так. Потому что не очень его, чтобы он был рыхленький такой. Так. Такую колбасочку такую, да? Снизу, да? Да, снизу, с двух сторон, чтобы никуда фарш не вытек. И такую вот трубочку. Внимание. Ой, мне напоминает это, когда вот папа мальчика с пальчика принес его, ему мама из роддома его вынесла. Он так стоял, папа мальчика с пальчиком. Ну вот, ну в принципе, да, Лер? Да, ты просто, я... Все правильно. Тут самое главное, и мы начинаем выкладывать это прямо... Прямо вот сюда. Тогда, друзья, мы набираем обороты. Лер, я хочу несколько слов от тебя услышать относительно того, все-таки, где сейчас твои поклонники, то есть все мы, люди, которые любят не только Далму, но и хороший спектакль и кинофильм, могут тебя увидеть после того, как мы за тебя все болеем в ледниковом периоде. Где меня можно найти? Сейчас у меня премьера спектакля. Ты играешь в Матрухаре. Легендарная женщина-шпион. Еще четыре спектакля, один из них совсем новый, буквально премьера 22 января была. И что же это за спектакль? Это спектакль по... Я даже не знаю, как его назвать, авантюра, не авантюра. Да называй авантюрой его, господи. Где ты играешь роль... Вампира. Вампира? Серьезно? Это по Алексею Толстому «Упырь». А, замечательное произведение «Упырь». Ну это же не все еще. Еще и театр Вахтангово. Театр Вахтангово. Слушайте, ну когда просто... Я не понимаю, когда наши гости все это успевают. Хорошо, театр Вахтангово. Мы в перерыве между заворачиванием виноградной листья начинки... Ну и что в театре Вахтангово? Спектакль детский «Али Баба и 40 разбойников». Этому спектаклю уже лет 20, по-моему, но 15 точно. Так. Я играю Шахерезаду. Слушайте, какие роли. Вот смотрите, Шахерезада, Мата Хари. Да. И плюс еще и Гудин все время на коньках выезжает. И у него в руках вы. А как же при этом, при всем, еще ты успевала сниматься не только в «Лениковом периоде», но еще и в телевизионных художественных кинофильмах, которые шли на Первом канале, один из которых все смотрели и любили, поскольку он назывался «Принцесса цирка». И в этом сериале ты сыграла, что сказать, практически меня. Ведь я долгое время работал в цирке, на шоу «Цирк со звездами». И не знаю, как остальные, но сам себя я называл именно так. И я, если честно, Лера, был обескуражен, когда именно тебе предложили эту роль, а не мне. Да. Так вот, и я бы хотел узнать, Лер. Я. Какая-то специальная подготовка была? Нет, на самом деле, по поводу фигурного катания очень многие говорят... Нет, по поводу фигурного катания мы сейчас отдельно поговорим, и я там знаю. А вот по поводу цирка, ты что-то готовилась? По поводу цирка я в детстве занималась немного художественной гимнастикой, что мне, собственно, немного помогло. Но прежде чем мы приступили к съемкам этого гениального произведения, мы три месяца тренировались в цирковом училище. Каждый день, как просто... Это при всем при этом, при всем при этом, я напоминаю, долма на столе каждый день. Слушайте, ну я, я, конечно, для меня это просто какой-то подвиг, если честно, все, что ты рассказываешь. Это приносит удовольствие, особенно, когда видишь результат, что все это не зря, все эти бессонные ночи, тренировки ночные и так далее, и так далее, что это... Что что-то получилось. Хочется же работать еще и еще. Хочется работать еще и еще. Вот это я могу только попросить поаплодировать сейчас зрителей нашей студии, Валерии Иландской, потому что вот это, действительно, вот это подход к своему делу. С принцессой цирка понятно. Ну и теперь основной, конечно, я бы хотел развеять слух. Потому что многие полагали, что мощная заявка на победу в ледниковом периоде еще и связана с тем, что Валерия Толанская, оказывается, профессиональная фигуристка ходила такой слух. Слух. Слух, да? Слух. Тогда я хочу, чтобы ты его при всех развеяла и сообщила всем. Вот просто, чтобы от тебя все услышали, какое отношение ты имеешь к фигурному катанию до момента прихода на ледниково вперед, и чтобы все перестали полагать какой-то подвох. В связи с тем, что моя мама тренер и хореограф, постановщик фигурного катания. Вот. Пошли слухи, что, собственно, и на это шоу меня пропихнули. Все понятно. То есть, все ясно. Это связано с тем, что просто с родителями. Да. Но на самом деле, конечно, мама меня в детстве отдала в 3,5, почти в 4 года в секцию фигурного катания. Ну да. Но занималась я этим с переменным успехом. То есть, не было такого, что вот я буду спортсменкой, чемпионкой и ничем другим заниматься не буду. То есть, лед для тебя вещь знакомая? Ну, как и для всех, для нас. А с кем, кстати, тебе работает легче? С Овербухом или Жулиным? Он настолько разный вообще. И вот это было очень интересно именно вот эту разницу почувствовать. Потому что подход... А в чем разница между Ильей Овербухом и Александром Жулиным? Во-первых, один волосатый, другой лысый. А это, друзья, в фигурном катании пол-дела. Ведь если ты падаешь, а рядом склонил голову тренер, есть случаи, когда тебе есть за что ухватиться, чтобы не упасть. А есть случаи, когда рука твоя скользит, и ты падаешь, навзничать на лед. Нет такого, как хороший следователь, плохой следователь? Нет? Нет, нет. Да, один прям вот долго ему надо придумывать, прежде чем поставить какое-то движение. Кто зачем, почему, в каких они отношениях партнеры. Потом только уже из этого вытекают шаги, движения и так далее. Так, а второй? А второй наоборот. Он сначала накидает всяких элементов, наберет быстро-быстро, много-много интересного. И потом уже придумываем быстренько завязочку-развязочку. И нам нужно угадать, кто из них кто. Значит, первый... Не значит, что что-то хорошо... Нет, нет, просто один долго думает, что-то все переживает, лысину трет. Или наоборот. Или наоборот. Все, перед зеркалом расчесывать, лысину расчесывать. Кто эти люди? Не знаю. В общем, друзья, присылайте нам, присылайте нам. Да я предлагаю оставить этот вопрос открытым, без ответа, потому что... Ты знаешь что? Ну, что я могу сказать? Он говорил, что лестец меньше. Все, друзья, я прошу вас поаплодировать нам за разговором. За веселой, непринужденной беседой вдвоем. А если есть семья большая, посмотрите, какая у нас красотища получилась. Заливаем все это дело водичкой. Заливаем все это дело. Мы можем прямо вот этой теплой же, да, залить? Да, наверное. Или она прямо такая горячая? Ну, может, не очень горячая. Не очень горячая. Так, заливаем. Как много нам нужно этой... Чтобы мы ее увидели сквозь... Чтобы мы эту водичку... Сейчас мы ее увидим. Увидели. Вот мы ее увидели. Ну вот, прекрасно. Да? Теперь нам нужна тарелка. Так, накрываем, да? Для чего именно тарелкой? Чтобы оно все там в собственном соку. То есть, как бы, чтобы было это все... Чтобы не выпаривалось и было... Не выпаривалось, да? А именно вот так вот. И все. И сверху крышка. И сверху крышка. Ну вот, друзья, волшебное чудо произошло. Мы ставим... На какой огонь? Средненький. Сначала можно побольше, а потом, когда закипит вода, Далом закипит маленький. Потом, когда закипит вода, делать маленький. Друзья, соответственно, с удовольствием заявляю, что мы свернули всю долму вместе с Валерией Ланской. Валерию мы оставляем следить за долмой в кастрюле. На секунду я оставлю, Лерочка, тебя на нашей кухне. У нас короткая реклама, после которой мы вернемся. Узнайте, почему знаменитая песня Александра Вертинского первоначально называлась «Ваши пальцы пахнут долмой». Расходится, а кто останется ночевать, тот завтра пускай объясняет Кириллу Петровичу, почему ему паштет ели уже без него. Герберт Уэллс. «Когда спящий проснется». Дорогие друзья, с вас на первом канале у нас дядь-дядь Валерия Ланская. У нас долма-то уже, между прочим, по рецепту дедушки Лерина уже находится в состоянии кипежа, назовем это так. Ну, в смысле, кипит. Вот. А мы, Лера, что мы будем сейчас делать? Мы сделаем соус сначала к долме. Соус у нас очень сложный, я знаю, в приготовлении. Очень сложный. Для этого нам понадобится... Мацони. Мацони. Знаете что, можно использовать сметану нежирную, да? Да, нежирную. А что мы будем добавлять в нашем случае? Чеснок. Чеснок. Кстати, он является непременным атрибутом практически всего. Я, на самом деле, почище. Вот у нас есть... Можно прямо сюда это выдавить? Чесночок. Не знаю. Чеснок. Сколько нам нужно сюда долечек? Зубчика четыре, наверное. Зубчика четыре. Так. Ну что, прям, да? Подожди, подожди, сейчас. Я буду, знаешь, что сделаю? Подожди, 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 самое главное. Лер, ну неужели ты думаешь, что ты сейчас своими хрупкими руками... И что вот? И сама... Прикинь. Лер, может, я все-таки? Лер, ну может, все-таки я? Ты хочешь сама тебя? Мне так нравится этот процесс. Я так люблю. Прекрасно, когда женщине нравится процесс, так же, как нравится процесс. Женщине должен нравиться не только этот процесс тогда, но и процесс сборки мебели. Я так, кстати, на днях родила. Перепарковки автомобиля. Поигрывание эспандером. Так. Все это должно женщинам нравиться. Поэтому фраза «дорогая, принеси холодильник» должна нам не резать слух. Слухно, адекватно, да. Звучать абсолютно адекватно. Все, мы выдавили чесночок. Ну да. Ну и прям вот, в принципе, соль добавлять не надо. Кто-то добавляет, я нет. Без соли. Потому что ее достаточно... В виноградных листях ее достаточно. Я забыла самое главное. То, что у нас там под тарелкой надо же посолить. Еще и сверху посолить. Точно? Да. Ну это мы можем прямо сейчас, прямо вначале. Прямо вот, да. Вот у нас что происходит уже, друзья. Кстати, обратите внимание, вы увидите очень интересную вещь сейчас. Жидкости стало больше, Валерия. Конечно. Потому что у нас сок-то все дает. Естественно. Выберем соль. Да, соль. И засаливаем. Да, 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 да. Команды. Ну, как-то так. Хотя я думаю, что там хватит соли, потому что мы солили фарш. Ну, все равно. Вот, вот, посмотрите что. Да, правильно же все? Да, супер. И накрываем крышкой. Да. Огонь делаем вот такой. Все. Так. Ну, в общем-то и соус-то и готов. Соус все готов. В принципе, в него можно добавить соль. В него можно добавить и зелень. Ну, правда же, по большому счету. В него можно добавить все, что угодно. Да, ну, для долмы, в принципе... Для долмы нам вполне хватит. И тогда мы можем даже перейти сейчас и быстренько... Мы можем сделать салатик быстренько, Нарина, салатик. С удовольствием. У нас даже есть такая специальная досалатика. Супер. Такая емкость. Вообще. Ну, смотри. Салат с термином. Никто не делал такого. Уверена. Да? Да. Из петушиных голов с барбарисом? Меня его научили делать. Потому что вот это точно никто не делал. Меня его научили делать в Литве. Литва. Да. Вильнюс. Каунас. Сабонис. Марчелионис. Банионис. Куртинайтис. Крабовое мясо нужно. Крабовое мясо нужно. К сожалению, нет. Есть. Есть. Ну, есть так есть. Крабовое мясо. И вот оно. Да. Крабовое мясо мы поместили в контейнер. Веселые расцветки. Вот такой. Это какая часть краба? Их там несколько. Это, друзья, это гигантский краб. Это фаланда гигантского краба. Огромная. Ладно, все. Значит, это у нас крабовый рулет здесь. Давай его раз. Его раз. Да? Нет? Прямо так хочешь его? А как, что мы с Мария будем делать? Мы его прям нарежем. Мы нарежем лук-порей и ананас. Мелко порежем? Ну, так, чтобы чувствовался вкус. Чтобы можно было отличать. Что это именно... Ты бежишь, чтобы краб... Что это не парень. Не произошла диффузия с пластмассой? Так, а сколько нам нужно крабов? Ну, где-то... Вареночка? Ну, чуть больше, наверное. Вот так. Да, я думаю, что это проще будет вот так вот взять. Хорошо. Я даже не знаю, как... Я пока луком-порей займусь. Можно я тоже ножичек? Ножичек, конечно. Вот так. Хорошо. Значит, мелко порезать, да? Ну, смотри, Лед, я не знаю, как. Ну, вот так. Ну, вот так вот. Вот так вот, не знаю. Ну, как-то так. Как-то так. Она еще потом развалится, я так думаю. Конечно, все развалится. Все развалится. А Вильюс останется. Быстро получается, круто прям. Я так не умею. Нет, смотри, у меня получается, на самом деле, по-моему, уже крупновато. Я буду нарезать, я такую крабовую, крабовая колбаса. Так вот, мелко мы ее как-то нарезаем. А откуда рецепт вот этот в Литве? Это во время чего? Во время гастролей? Во время шоу ледовых, например. Серьезно? Это в Литве готовили такие салаты? То есть можно сказать, что вот этот самый салат, это салат, который подарило нам фигурное катание? Ну, в общем-то, непосредственно. Лук-пари, крабовые крабовые крабы. И, конечно, меня, Лен, после такого представления салата, я просто не могу не поговорить с тобой про телевизионный сериал «Жаркий лед». Ну, расскажи мне, расскажи мне, пожалуйста, про телевизионный сериал, потому что мы сейчас все смотрим уникальный синтез фигуристов и артистов. Снимали мы его практически год, даже чуть больше. Ты что, то есть так долго, да, все это продолжает? Долго. Но даже несмотря на то, что я появляюсь там с 30-й серии, все равно мне это заняло очень много времени. Снимали мы... Трудоемкий процесс, да? Лед, ну, в общем, да. Как ты оцениваешь, прежде всего, труд профессиональных фигуристов, которые в этом сериале... На самом деле, я просто поражена их способностями, потому что люди очень хотят учиться. И несмотря на то, что там они не студенты и не собираются переходить там в актерство и... А не собираются? Не будет такого, что скоро мы будем видеть их и в других кинофильмах? Есть. Кстати, Леша Ягудин вместе со мной снимается сейчас в полном метрике. И кого он играет? Доматическую роль, очень серьезную. А кого он играет? Я не помню, как зовут его героя. Вот. Так что и он снимается, и Рома Костомаров снимается тоже в каком-то фильме, уже вообще не связанном с этим катанием. Ну, в общем, вот. Ананас, консервированный ананас, крабовые палочки, лук-порей. И все. Да. Вообще все. Майонез. Легкий. А с майонезом каждый может. Литовцы. Литовцы. Расскажите, птица, что вас манит вниз. Так. Прям. Прям раз. Угу. Да, по-литовски начнем читать. Раз. Двас. Двасас. Трисас. Мы все по-литовски делаем уже. Первый раз, я первый раз готовлю литовский салат. Раз. Двасас. Трисас. Ну, и еще. Вот так. Вот так. Вот таускас. Таускас. Прекрасно. Так. Нам осталось сделать следующее. Так. Все, салат перемешан. Угу. Трисас. Трисас, пожалуйста. Может быть, там смотри, как у нас такое сильное кипение. Может быть, нам приоткрыть? Да. Вообще ее можно снять, да? Да, возьми. Нам нужно, чтобы вода вся... Нет, надо пробовать, когда рис сварится. То есть, ну, минуту через... Как же мы там рис-то придется открывать? Да. А может... Слушай, у меня такая пришла мысль в голову. А если бы мы просто отдельно положили бы четыре зернышка риса, мы по ним мы могли определить? Нет? Слишком сложный процесс. Я думаю, что мы можем даже огонь сделать, на самом деле, совершенно спокойно побольше, потому что воды много, жидкости много, чтобы она просто вот так вот... Вот такой звук. Ой, а запах-то отсюда какой, да, потрясающий? Да, все уже, да. Процесс идет. Процесс идет? Да. Ну, хорошо. Значит, тогда... Ну, как-то так. Что сказать, как-то так? Смотрите, какой прекрасный салат получился. Так это видно, что он вкусный и красивый. Очень вкусный, очень вкусный. Тогда, дорогая Лера, сейчас я познакомлю тебя. Волшебство есть много где. Волшебство есть не только на шоу «Ледниково вперед». Волшебство есть и в нашей программе. И сейчас ты его увидишь. Называется это все «Волшебные хлопки». Итак, друзья. Раз. Два. И пошел лицо в питание с аккуратом. Раз. 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 Три. Пожалуйста. Лера. Я в шоке просто. Ты еще будешь больше в шоке, когда увидишь, что тарелка испарилась. Крышка сварилась. Вообще. Ничего нет. Все это впитал. Сок тарелки впитался в доуну. Дорогая Валерия. Я. Я попрошу. Я попрошу тебя сейчас. Своей рукой. Рукой принцессы цирка. Положить нам этой замечательной, самодельной, домашней. Это моя разварилась абсолютно точно. Это ты себе положила? Нет. Лера, ну куда? А у нас ведь так не съешь, не уйдешь. Пока Лера накладывает долму, я напомню всем рецепт. Ты меня поправишь, если я ошибаюсь. Насколько я хорошо запомнил. Значит, виноградные листья, которые уже замаринованные, засоленные, как они, да, они продаются отдельно специально для долмы. Вы просто ошпариваете кипятком для того, чтобы ушло большое количество соли. После этого вы делаете фарш. Фарш – это 70% говядины и 30% свинины. Через мясорубку зелень отдельно нарезаете меленько. Дальше вы смешиваете это с луком, с большим количеством, зеленью, базилик, кинза и укроп. Соль, перец этим наполняете виноградные листья, заворачиваете, складываете в кастрюлю, заливаете так, чтобы появилась вода. Соль, чуть-чуть солите сверху, закрываете тарелкой, потом крышкой. Все это закипает, варится полчаса. И после этого вот посмотрите, что у нас такое на столе потрясающе находится. Также вы берете крабовые палочки или крабовое мясо, консервированный или свежий ананас. И лучше консервированный. Лучше консервированный. Вкуснее. Он вкуснее. И лук-пори. Все это. Да, прям так. Вы мелко режете. Получается салат, знаменитый салат каунас. Ну что, я предлагаю Веру не отказывать себе удовольствия и попробовать все. А вы можете нам аплодировать. Вкусно, удалось. Ой, отдельные аплодисменты дедушке Левину. Давайте аплодировать, друзья. Самая короткая и быстрая возможность из Армении попасть в Литву. Скажи, да? Какой интересный салат. Действительно. Сразу хочется петь. Римас Куртинайтис. Бросил трехочковый. Так. Ну вот как-то так. Лешка, это еще не как-то так. Специально для Валерии Ланской. На Первом канале. Смаке. Всемирно известный производитель посуды Тапповер дарит инновационные изделия. Умная сырница, умная хлебница и набор для фондио. От шефа. Из коллекции металлических изделий. С Тапповым будущее нашей кухни уже наступило. Валерия Ланская, Смаке. Дорогие друзья, а я напоминаю всем вам, если вы хотите в перерывах между походами в театр, между походами на каток съесть чего-нибудь вкусного, то немедленно вспомните про Леру Ланскую, про ее рецепты. Приготовьте что-нибудь, а лучше всего пригласите нас в гости. Валерия Ланская, Смаке. На секунду тебя оставлю, сейчас тебя прибегу, и мы будем продолжать завтракать. А у нас, дорогие друзья, сейчас пауза на одну неделю, после которой мы вернемся. И вы узнаете, почему знаменитый мультфильм Уолта Диснея в Армении назывался «101 долма». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова